Добрый день, друзья и коллеги. Рада снова видеть вас на своем вебинаре трека. Спасибо, Павлу Юрьевичу, за вступительное слово. Сегодня мы продолжаем разговаривать про презентации, про работу в программе PowerPoint. И тема, которую я раньше задевала какими-то кусочками, но только в этом году собрала в один большой полноценный вебинар. Это вопросы экспорта презентаций. Для многих из нас программа PowerPoint сама по себе очень привычна. Мы давно на ней работаем, переходим с версию на версию, используем ее для создания презентаций, для проведения вебинаров, готовим материалы. И с большой неохотой переезжаем на какие-то другие программы и сервисы. Вроде бы вот она канва, удобная, красивая, яркие решения дизайнеров, но мы почему-то по-прежнему остаемся верными PowerPoint. А если так происходит, то почему бы не научиться пользоваться всеми его возможностями. Мне нравится PowerPoint именно тем, что в нем можно решать огромный спектр задач. Для меня это такой фотошоп только для презентации, потому что такой объем функций, такой объем настроек, такой объем каких-то вот необычных приемов работы мне может предоставить только эта программа. Если будет звук искажаться, пожалуйста, напишите в чате, я, возможно, отключу свое видео. Я хочу сегодня показать три сценария работы, которые я довольно регулярно использую при работе в PowerPoint. Возможно, что-то из этого вы уже видели на предыдущих вебинарах, может быть в прошлом году, может быть в позапрошлом году. Но вот в единое целое я собрала их только сейчас. Первый сценарий, про который мы сегодня поговорим, это выгрузка презентации как изображение. В PowerPoint мне не хватает, конечно, функции публикации презентации в интернете. Эту возможность предоставляет версия Microsoft Office 365. Когда вы работаете в браузере, у вас всегда есть возможность настроить тонко доступ, получить ссылку на презентацию и затем разослать ее друзьям и коллегам. Но в привычных десктопных версиях PowerPoint такой настройки нет. И довольно сложно придумать какой-то по-настоящему удобный способ презентацию быстро опубликовать. Я довольно часто веду вебинары, веду семинары. И вот у меня бывает такая необходимость, что то, что я показываю, нужно дать людям для скачивания или для просмотра. Конечно, к этому можно подходить по-разному, искать разные варианты, но я мыслю таким образом. Один слайд презентации – это все то же самое, что один экран монитора. То есть то, что помещается на одном слайде, то, что хорошо смотрится на одном слайде, то будет хорошо смотреться и на одном экране. Сейчас, например, занимаюсь курсом по медиакоммуникациям для педагогов. И когда делаю материалы для курса, я размышляю точно так же. Какой объем информации, иллюстрации, ссылок войдет на один экран. То есть даже лангриды, даже большие тексты я делю по принципу одного экрана. Это то, как сейчас думают, как сейчас рассказывают и как нас учат новые медиа. И презентация, в принципе, один слайд – это один экран. И, значит, к презентации можно подойти точно так же, как если бы я подходила к созданию лангридов, к созданию очередного сайта. В первую очередь я все то, что есть у меня в презентации, выгружаю как картинки. Сейчас вы видите интерфейс 2016-го офиса. Я уже предупреждала на прошлом вебинаре, что сменила программу. И вот эти же функции настройки в 21-м офисе выглядят таким образом. Можно использовать вкладку «Сохранить как» или в более новых версиях «Сохранить копию». А можно использовать вкладку «Экспорт», где более подробно, более понятно разложены и описаны все форматы. Вот для того, чтобы найти сохранение как картинки, нужно во вкладке «Экспорт» найти «Изменить тип файла» или просто нажать сочетание клавиш или кнопку «Сохранить как» и выбрать подходящий формат. Вот в выпадающем меню список всех-всех-всех форматов, которые можно сохранять. Я отдельно покажу этот список еще в самом конце вебинара, и у вас будет возможность задать вопросы по каким-то конкретным форматам. И две строчки отвечают за сохранение в виде изображения. Это формат JPEG и формат PNG. Он расписан подробно, если JPEG-аббревиатурой, то PNG расписан полностью «Portable Network Graphic». Почему я обращаю на это внимание? Ради интереса я сравнила объем, который будут занимать готовые изображения из 60-страничной презентации, выгруженные в один или в другой формат. Как вы видите, JPEG, картинка, которая находится справа, сжимает изображение сильнее, и они занимают намного меньше места. Буквально у меня получилась разница в два раза. В то же время PNG, «Portable Network Graphic», как раз и есть сейчас основной формат для загрузки изображений в интернет. Поэтому, если вы планируете, что вашу презентацию будет посмотреть в интернете, лучше выбирать формат PNG. Microsoft спрашивает нас, нужно ли выгрузить один какой-то слайд, или сразу несколько файлов. В принципе, эта настройка нужна для чего? Чтобы получить сразу целую паку с изображениями, либо вытянуть какую-то одну картинку. Если, например, вы хотите сохранить слайд и вставить его в другую презентацию. Я, например, так сохраняю титульные слайды, кнопкой «Только этот слайд», титульные слайды для того, чтобы на YouTube поставить их в качестве обложки видеозаписи. Вот, в конце концов, зачем делать новую картинку, если все уже готово. И вот по итогу вы получите папку, где все слайды будут пронумерованы по порядку. Дальше вообще на самом деле существует очень много вариантов использования. Вот эти вот картинки можно выбрать подходящие и запостить их в социальных сетях, в группе учебного заведения для того, чтобы напомнить какую-то учебную информацию вашим студентам или, наоборот, проанонсировать будущую лекцию. Можно вот эти вот изображения использовать в программе OBS Studio. Один из вебинаров уже после курса по презентациям будет посвящен как раз этой прекрасной программе, где спикер может выступать и гибко управлять презентацией, которую он показывает. То есть вот эти вот картинки прекрасно подгрузятся и в другие программы. Но я покажу вариант, как вот эти вот изображения могут превратиться в полноценный сайт или в онлайн-презентацию быстро и удобно. И в этом, конечно, поможет сторонний сервис. Есть несколько сервисов наподобие iSpring Suite. Те, которые вставляют презентацию внутрь своего плеера, и вы этот плеер размещаете уже в интернете. Выдают обычно либо ссылку, либо, как правило, код, embed-код, iFrame-код, который вы вставляете на сайт, и там появляется кусочек вот этого стороннего плеера, в котором можно презентацию пролистать. Некоторые преподаватели, я видела много примеров, загружают презентацию в формате PDF через PDF-листалки, вот такие вот странички. Но с моей точки зрения, это самый неудачный вариант, потому что PDF-листалки рассчитаны на журналы, на книги, то есть на вертикальной странице. А горизонтальный, при вот таком вот перевистывании, вот эта анимация очень некрасиво искажает. Наконец, есть онлайн-сервисы, которые позволяют сразу и создавать презентацию, и размещать ее в интернете. Один из самых таких удобных – это Google Слайд. Если вы делаете в нем презентации, то легко опубликовать, вставить ссылку или вставить вот такой же вот плеер, и тут же пользователь сможет, если вы ему разрешили, эту презентацию скачать. Поэтому либо дополнительные программы, надстройки для PowerPoint-а, либо форматы PDF, чтобы можно было через специальный просмотрщик на сайте их пролистать, либо сторонний сервис, который конвертирует презентацию и покажет ее. Лучший и наиболее удобный из таких сервисов, который представляет вообще максимум вариантов, и я покажу сейчас буквально через несколько слайдов, и вы сможете сами посчитать, что практически 10 вариантов различных способов публикации в интернете Canva может предоставить. Для того, чтобы опубликовать презентацию, нужно просто перетащить слайды. Можно, конечно, делать дизайн изначально в Canva, но если речь идет уже о готовой презентации, если речь идет о том, что вам удобно работать в PowerPoint-е, проще выгрузить картинками в формате PNG, вы сможете сейчас на скриншотах убедиться, что качество презентации от этого не теряется. По-прежнему все остается довольно четким. Я загружаю слайды из своей презентации в формате картинок, сразу размещаю их полностью на весь слайд. Canva очень быстро позволяет заполнить весь лист изображения. И затем выбираю один из вариантов того, как эта презентация будет использована. Посмотрите, сейчас на синей верхней панели 5 кнопок. 4 из них отвечают за сохранение, и только кнопка со столбчатой диаграммы отвечает за аналитику на платных тарифах. То есть сразу 4 кнопки, внутри которых можно найти те или иные функции по сохранению презентации. Первый вариант, кнопка «Поделиться», говорит о том, что вам дадут ссылку, которую вы разошлете людям для того, чтобы они эту презентацию либо просмотрели самостоятельно, то есть сами управляли просмотром слайдов, либо дадите им доступ редактора, чтобы они ее подправили, либо дадите им разрешение использовать вашу презентацию как шаблон. То есть если вы, например, делаете одну презентацию, а затем рассылаете ее своим коллегам как шаблон, они все свои презентации смогут оформить в таком же стиле, и вы получите единообразное оформление, например, для всего курса. То есть в данном случае вы получаете ссылку для просмотра, для редактирования или для дальнейшего использования. Следующая кнопка – кнопка «Скачать». Тут можно выбрать количество страниц, которые вы собираетесь использовать, и пять наиболее подходящих вариантов файлов. PNG, JPEG, то есть также обратно выгрузить картинками. PDF – стандартный вариант для просмотра из PDF для веба, PDF для печати, но в нашем случае это не так важно. Есть формат «По 4» выгрузить как видео, и можно сохранить как гифку. То есть в этом случае, наоборот, вы делаете презентацию в конве и скачиваете ее на компьютер. Следующая кнопка – это презентация. То есть это уже показ. Если ваш компьютер подсоединен к монитору, к проектору, вы нажимаете на эту кнопку и запускаете показ презентации в стандартном режиме, вручную листая слайды, в режиме автовоспроизведения, где слайды перелистывают автоматически, в режиме докладчика, он выглядит примерно так же, как в PowerPoint, будут видны все заметки и следующие слайды, и в режиме записи, когда вы показываете, рассказываете, а на компьютер пишется ваш звук, и вы по итогу получаете видеофайл с презентацией и с вашими звуковыми комментариями. То есть это в том случае, если вы хотите управлять показом презентации. И, наконец, последняя кнопка, три точки, символ меню – это кнопка, которая собирает в себе все варианты, которые есть. То есть есть возможность и поделиться ссылкой, есть возможность и скачать, и запустить презентацию, и предлагает еще несколько. Тут даже не все варианты. Можно нажать на «Показать все», и будет очень много сервисов, куда вашу презентацию можно будет отправить буквально напрямую. Но в этой вкладке нас интересуют две кнопки, я отвела их кружками. Это кнопка «Сайт», кнопка «Встроить». Сайт позволяет опубликовать сразу вашу презентацию как отдельную единицу веб-дизайна, как отдельную веб-страницу. У нее будет уникальная ссылка, и она будет размещена, пока вы не отзовете разрешение на публикацию, люди смогут на нее заходить и просматривать. Просматривать, но не скачивать. И второй вариант «Встроить» — это такой же embed-код, где Canva предлагает свой плеер, и этот плеер можно вставлять внутрь любого сайта. Что касается режимов настройки сайта, то их четыре. Это презентация, прокрутка, классический вариант и вариант стандартный. Может выглядеть примерно вот таким вот образом. Название презентации, отдельные странички. И вот, как видите, Canva тоже мыслит, что один слайд — это один экран на вашем мониторе. Каждый слайд как раз занимает экран, и плюс немножко показывает кусочек следующего слайда, чтобы побудить пользователя прокручивать. Какой вариант нужно подобрать, зависит от того, какого объема ваша презентация. И как именно вы предлагаете навигацию по ней. То есть, вот первый вариант стандартный — это чистая презентация. Просто картинка и стрелки, которые нужно листать вручную. Прокрутка — это все слайды, расположенные вот такой вертикальный столбик, и их нужно прокручивать в среднем колесе камышки. В классическом слайды переключаются только через меню, а в стандартном — через меню и через вертикальный скроллинг. С моей точки зрения, интересные варианты именно с вертикальным расположением, потому что здесь вы получаете действительно полноценный сайт, который даже располагает слайдами так, как в презентации. То есть, если вы в PowerPoint сделали презентацию и продемонстрировали ее на своем выступлении, то в канве можно как раз быстро и легко превратить ее в сайт. И неочевидное преимущество, поскольку вы в канву вставляете картинки, нередактируемые изображения, то скопировать текст и картинки с этого сайта будет нельзя. Таким образом, вы сможете защитить свою информацию, если в этом есть необходимость. Еще один конструктор сайтов, тоже, я думаю, известный и тоже популярный — это Tilda. В нем тоже можно использовать вот эти вот готовые изображения, в которые вы превратили свою презентацию. Для этого в блоках Tilda, я показываю бесплатные блоки Tilda, нужно выбрать самый первый в разделе «Галерея». Вот здесь сверху написано его название — GL01. В вораживой кнопке «Контент» вы загружаете новые картинки, загружаете слайды. Можно просто перетащить их мышкой, поменять их порядок и посмотреть, как они будут выглядеть. В кнопке «Настройка» с шестеренкой можно изменить внешний вид слайдера. Вот это вот листалки с презентациями, сделать ее шире или уже, изменить высоту, выбрать цвет и дизайн стрелок и точек перелистывания, настроить какую-то анимацию при смене одного слайда другим. И опять же, вот так же быстро и легко вы получите отдельный блок на вашем сайте, где вставлена презентация, удобная для пролистывания и для просмотра. Еще раз обращаю внимание, в PNG-формат сохранено, в PNG-формате загружено, и, как видите, текст буквы не расплывается. Качество изображения остается довольно высоким. И, конечно, еще влияет, что и сама презентация была очень большая по размеру, очень много пикселей по ширине. То есть вот как минимум два варианта вставить вашу презентацию на сайт через конво и через конструктор сайта в Тильда. Старт-сценарий – это анимация или создание видеороликов, ну, а также и гиф-анимации. Точно так же, если есть уже готовая презентация в Powerpoint, можно очень быстро превратить ее в видеоролик. Но я хотела бы дать несколько советов, несколько подсказок тем, кто будет именно таким образом переупаковывать свои презентации, для того, чтобы видео смотрелось лучше. В первую очередь надо добавить больше цвета и контраста. Когда мы делаем презентацию для обучения, мы стараемся сделать ее так, чтобы был акцент на саму информацию. И это на речь спикера. То есть стараемся не делать слишком вот такие вот яркие, эффектные, экстравагантные изображения. Нам важнее научить, чем показать. Когда мы превращаем презентацию в видеоролик, надо сделать наоборот, иначе видео не зацепит, не удержит внимание. То есть тут наоборот нужно добавлять цвета и контрасты. Анимация сама по себе должна быть на большой скорости. Примерно весь видеоролик нужно разделить на смену элементов, смену объектов и на статичные кадры, когда на экране текст. Вот текст на экране должен находиться примерно 3 секунды. Если много объема текста, то подольше. Но 3 секунды – это вот такое вот среднее значение, на которое лучше оставлять текстовые блоки. А вот смена элементов должна происходить очень и очень быстро. Не забывайте, что ролик должен произвести в первую очередь впечатление и только потом дать какую-то информацию. И то, что пользователь в любой момент может поставить его на паузу. Лучше всего использовать какую-то нейтральную музыку вместо голосового сопровождения. Видео сейчас часто смотрится без звука, вот именно на таком просмотре. И даже если вы делаете звуковое сопровождение, обратите внимание, что в первую очередь все равно будут читать, а не слушать. Эффекты должны быть простыми. И внутри одного раздела, например, если в вашей презентации три раздела, то внутри одного раздела переходы между слайдами должны быть не очень заметными. А вот когда вы меняете раздел, наоборот, яркими и выразительными, чтобы визуально разделить ролик на части. И для текста используйте только эффекты движения и максимум возникновения-исчезновения. То есть никаких эффектов выделения жирности, изменения цвета лучше не брать. Для этого есть специальные программы, есть профессия моушн-дизайнера, и там свои тонкости и нюансы. Вам в это углубляться не нужно. Поэтому просто простые эффекты движения. Есть презентация. Я показывала ее, по-моему, даже в позапрошлом году. Презентация, посвященная как раз конве. И я хочу показать, как она может превратиться в видеоролик. Я запущу сейчас демонстрацию экрана. А вы, пожалуйста, отметьте огоньками, если все будет хорошо видно. Спасибо. Те три слайда, которые я показывала, они сами по себе довольно такие простые. И на вебинаре они смотрятся хорошо. Но для того, чтобы создать видеоролик, нужно, конечно, добавить намного больше контраста. И намного больше цвета. Цветные видеоролики смотрятся лучше. Поэтому в первую очередь я поменяю заливку фона. Выберу более яркий, более насыщенный цвет сам по себе. И постараюсь сделать так, чтобы все изображение стало контрастней. Цветные какие-то вкладки элемента дизайна я сделаю черно-белыми, потому что это будет как раз хорошо контрастировать с ярким синим фоном. И, как вы видите, цвет сейчас смотрится не очень хорошо. Он, цвет текста смотрится не очень хорошо. Текст сам по себе сливается. В первую очередь я сделаю текст тоже более жирным, более таким читаемым. А во вторую очередь я для текста нарисую сейчас вот такие вот простые подложки, чтобы отделить слой фона от слоя текста. Опять же, несколько советов. Если вы делаете вот такие подложки, то старайтесь, чтобы они не были прям тютелька в тютельку с размером текста. То есть любой текст хорошо смотрится, когда его окружает пустое пространство. Поэтому я рисую подложку больше. И второй совет – это то, что элементы должны выходить за пределы слайда для того, чтобы их было проще и удобнее анимировать. То есть я рисую не вроде со слайдом этот элемент, а специально выхожу за края. И вот эта вот картинка ПРГшная тоже специально выходит за края. И здесь точно так же рисую тоже еще один элемент. Для того, чтобы было проще и удобнее анимировать, те элементы, которые будут анимироваться одновременно, то есть в данном случае текст и подложка, я объединяю в группу. Так нужно будет меньше строчек анимации. И вот этот вот элемент я добавлю на этот слайд. Чаще чем переходить непосредственно к анимации, а без анимации ваше видео будет смотреться слишком простым, скучным и неинтересным. Прежде чем переходить к анимации, я сначала расставлю переходы между слайдами. То есть в первую очередь переходы. Поскольку фон между вот этими слайдами одинаковый, я могу поставить простые переходы. Лучше всего брать варианты со сдвигами или с появлениями. То есть вот какой-то простой вариант. Сдвигаю слева направо, справа налево, я выбираю. И как раз такие варианты появления помогут вам исключить большое количество анимаций. Не нужно будет настраивать анимацию для элементов, потому что будет переход между слайдами, и он заменит как раз вот эти вот настройки. И сейчас они меняют друг друга как раз вот таким вот образом. Осталось только добавить как раз анимацию некоторых элементов, как именно они будут появляться. И не забывайте, да, что для всех слайдов нужно поставить смену слайда после нуля, для того, чтобы после окончания анимации сразу включался следующий слайд. Я выделяю объект. И вот среди всех вариантов я выбираю вариант с линиями, с путями анимации. Хочу, чтобы сдвигалась справа, да, чтобы из-за левого края появлялся этот блок. Поэтому вот его выделяю. Передвигать надо таким образом, чтобы последняя точка, последнее положение, красное, совпадало с текущим расположением на экране, а вторая точка зеленого цвета позволяла полностью вывести объект за края, то есть чтобы когда это включалось, объекта полностью не было видно. Так, еще немножко подъединить. Вот. Вот теперь он будет полностью появляться из-за края. Точно так же я могу настроить анимацию и для второго элемента, чтобы он появился из-за края. Так, а теперь он будет появляться влево. Или сделать наоборот анимацию с появлением, без движения. Вообще в любой анимации всегда есть правило. Если вы решили, что текст у вас всегда будет вылетать из-за края, значит на всех слайдах он должен всегда вылетать из-за края. Если вы решили, что декоративные элементы будут появляться, значит на всех слайдах они будут появляться. То есть мешать эффекты между собой лучше, конечно, не стоит. Я выбираю вариант после предыдущего. Как я говорила, длительность всех эффектов мы делаем довольно короткой, для того, чтобы вся анимация была динамичной, экспрессивной. И, предположим, для этого элемента я ставлю еще выцветание, точно так же после предыдущего, но ставлю с задержкой. Мне нужно, чтобы текст был на экране 3 секунды, поэтому я вот задержку на эти примерно на 3 секунды и ставлю. В совокупности как раз выйдет 3 секунды на этот слайд. Вот если сейчас просматривать слайды, то сначала появится первый, проиграет на нем анимация, потом будет переход на второй слайд. Появился 3 секунды на экране и сдвинулся на следующий слайд. Понемногу добавляя анимацию, мы как раз над слайдами и работаем. Поскольку этот слайд появляется уже за счет сдвига, то мы можем анимировать только часть элементов на нем. Самое главное при работе с вот этим вот симпатичным эффектом анимации, это как раз настроиться, понять, как работает вот эта вот стрелка с красными и зелеными точками, как правильно переносить пути перемещения для того, чтобы это смотрелось хорошо. Во всем остальном ничего сложного нет. Главное запомните, что когда вы держите нажатой клавишу Shift, то у вас объект движется по прямой линии и таким образом сохраняет свою вертикальную или горизонтальную ориентацию. И так получается, конечно, вся анимация намного аккуратнее. Я не буду сейчас доводить до конца полностью анимацию в этом ролике. Я думаю, что основные принципы вы уловили. То есть простые движения, простая анимация, очень строгие вот такие вот единообразные настройки. Для большинства видеороликов никаких сложностей на самом деле нет. Не нужно добавлять. Все равно вы хотите привлечь внимание именно к информации, а не к какому-то красивому визуалу. Так, если у кого-то черный экран и ничего не видно, то либо перезагрузить. Если перезагрузка не помогает, то на видеозаписи этого вебинара, который будет на канале Директ Академии, запись экрана будет правильной, будет все показано. Я загружу в конце вебинара вот этот вот пример уже с готовой настроенной анимацией, чтобы вы могли его скачать, посмотреть, как именно эта анимация настроена и самостоятельно сконвертировать вот эту презентацию в видеоролик. И помимо создания видео, которое мы создаем через «Сохранить как» или через меню экспорта, можно создать гиф-анимацию. Для этого тоже есть строчка и отдельные настройки. Например, в 21 офисе есть закладка «Создать видео». Как видите, здесь вариант «Размер видеоэкрана», «Использовать, не использовать звук» и «Время показа каждого слайда». А есть следующая вкладка «Создание анимационной гифки». И здесь есть возможность превратить гиф только в несколько конкретных слайдов. Это очень удобно, если вы хотите показать, например, как в интерфейсе найти ту или иную кнопку. То есть выбираете вариант с созданием гифки и у вас получается такая небольшая анимация, которую, опять же, можно вставить обратно в презентацию. Я загружу, опять же, в конце вот эту презентацию в формате PowerPoint, и вы увидите, что вот на данном слайде есть полноценная гифка, как раз составлена прямо из самой презентации. То есть не то, что мне пришлось создавать две презентации, одну сохранять как гифку, а прямо за счет выбора конкретно указанных слайдов можно было создать гифку, не выходя из этого окна. Мне показалось это очень удобным и достойным, конечно, упоминания. Я обычно добавляю файлы вебинаров в формате PDF для того, чтобы сохранить шрифты, сохранить все формы, сохранить все настройки. Но сегодня загружу вот еще формат PowerPoint. скачать, как обычно, вы сможете правый верхний угол, там, где листочек с заботым уголком. Так, отлично. И еще один сценарий – это отказ от мышления слайдов именно привычными вот этими вот листами. PowerPoint очень гибок в настройках, и он дает нам возможность как раз подумать о слайдах абсолютно по-другому. Представить их не вот этими горизонтальными страницами, а вертикальными, квадратными, с какими-то строго заданными размерами. Я покажу снова несколько вариантов. И в данном случае мы будем использовать вкладку «Конструктор», «Размер слайда» и пробовать менять размеры, соотношения сторон для того, чтобы получить абсолютно разные документы. Начнем обратить внимание, что вот в этом дополнительном окне «Размер слайда» помимо готовых пресетов, готовых настроек, как, например, широкоэкранный слайд, слайд 3х4, слайд формата А4. Есть возможность самостоятельно выставить размер, но только в сантиметрах. Это не очень удобно, потому что все современные программы давно считают пикселями, но PowerPoint по-прежнему остается верным сантиметрами. Можно выстроить ориентацию страниц, и если размер не будет совпадать с предыдущим, если будет заметно отличаться, то PowerPoint спросит вас, хотите ли вы развернуть листы, либо подобрать размер. Чем вот эти два варианта между собой отличаются? Я одну и ту же презентацию прогнала через развертку или через подбор размера, и разница видна у вас сейчас на экране. Вариант «Развернуть» располагается слева. Все то, что было в горизонтальных слайдах, в вертикальных слайдах осталось точно такого же размера, примерно так же расположено, просто за счет того, что слайды сильно уменьшились, большая часть объектов вышла за края. Справа находится вариант «Подбор размера». В этом случае PowerPoint пытается изменить размер всех объектов так, чтобы они по-прежнему полностью помещались. То есть в варианте «Развернуть» приоритет на сохранение, в варианте «Подбор размера» приоритет на вмещаемость одной страницы. Спам можно сделать с помощью вот этой функции, вот этих вот настроек. Я уже говорила, что титульные слайды сохраняю как обложки для видео. Если вы хотите полностью оформить YouTube-канал, например, полностью с презентацией залить какие-то обложки, то вам нужно выставить размер слайда 25 на 14 сантиметров и обязательно, конечно, в формате PND. Это тот вариант, который будет хорошо смотреться на YouTube. Можно сделать таким образом обложки для видео из титульных слайдов, а из последнего слайда, из слайда «Визитки», где вы приводите свои контакты, сделать финальный слайд. У YouTube есть возможность задавать конкретный слайд в качестве финального. Он автоматически клеит его в конец всех видео на вашем канале. И таким образом вы один раз, сохранив слайд-визитку, сможете автоматически прикрепить ее ко всем видео вашего канала. Не забывайте только выставить правильные размеры 25 на 14 сантиметров. Можно сверстать PDF-файл, то есть подумать не о как горизонтальных страничках, а о как страничках вертикальных. В этом случае вы выставляете размер, например, листа А4, 19 на 27 сантиметров, и выводите его в формат PDF. Причем при выводе в PDF-формат есть возможность очень аккуратно настроить параметры документа, как он будет отображаться, какое количество страниц, даже какие именно страницы вы хотите вывести в PDF-файл. И таким образом одна презентация может быстро превратиться сразу в полноценный документ. Вот таким образом выглядит настройка параметров файлов. В одном из предыдущих вебинаров я показывала, какая галочка здесь за что отвечает, и как именно можно сделать и удобную раздатку, и быстро превратить такой PDF-файл из презентации в рабочую тетрадь. И сейчас я хочу показать на практике, как через эту функцию вот такая вот презентация моей коллеги Ольги Бердецкой превращается в 8-страничный PDF-файл для скачивания. Я снова включу демонстрацию экрана, а вы, пожалуйста, отметьте огоньками, если все хорошо видно. Надеюсь, что черного экрана в этот раз не будет. Вот такая презентация. Здесь 19 листов. Это презентация учебная, в ней очень много текста. Если я делаю презентации для вебинаров в Деревят Академии, у меня, как правило, больше картинок. Здесь больше текста, и поэтому именно эту презентацию я выбрала за основу. Она посвящена критическому мышлению, определению достоверности информации, теме фейков. То есть, в принципе, такой полезный материал, который жалко оставлять только в формате презентации. Поэтому я иду в меню конструктор, и вот здесь вот размер слайда меняю на вариант листа А4. 27 на 19 сантиметров. И выбираю ориентацию сразу к нижней, чтобы был более привычный вид PDF-файла. С другой стороны, я не всегда понимаю, монитор у нас горизонтальной ориентации, почему же тогда большинство PDF-файлов, которые смотрят на мониторе, имеет вертикальную ориентацию. Это не всегда мне кажется удобным. Но, тем не менее. Знаете, вот двух вариантов. Я могу выбрать подбор размера, тогда все вместится в один слайд, и могу выбрать вариант развернуть, тогда размер текста, размер картинок останется такой же. Я возьму подбор размера для того, чтобы вся информация аккуратно вот таким образом разместилась в слайде. Сейчас странички сами по себе довольно пустые, поэтому я быстро перенесу контент с одной странички на другую, для того, чтобы превратить в более привычный вариант, в более привычную такую книжную текстовую верстку. На самом деле, все довольно просто. В один лист А4, если вы посмотрите и сравните размеры, то вы увидите, что в один лист А4 помещается примерно 2-3 слайда. Если слайды информационные, если в них больше текста, то лучше размещать 2 слайда. Если слайды с картинками, с цитатами, с тезисами, то есть больше как раз направлены на впечатление, чем на информацию, тогда таких слайдов можно разместить вполне себе 3. Вот сейчас я размещаю смело 3 слайда, потому что 1 был полным текстом, а 2 нет. Ненужные слайды, с которых информацию скопировала, я удаляю. Таким образом, кстати, еще и заметность, конечно, сокращаются объемы текста. Если вы будете этот файл распечатывать, то вам потребуется меньшее количество страниц. здесь слайды информационные, в них очень много текста, поэтому лучше разместить их более вот в таком свободном варианте, не пытаться склеить 3. 3 в 1. При необходимости вы всегда сможете не только перенести информацию со слайдов, но и добавить какую-то еще, например, нарисовать легко пустые строчки для того, чтобы для того, чтобы превратить эту презентацию в рабочую тетрадь. То есть подписывайте вопрос, как вы считаете, почему фейки так активно распространяются, делайте пустые строчки, и вуаля, у вас уже не презентация, а в PDF-формате полноценная рабочая тетрадь. Так, вот у меня еще есть лисичка. Совершенно разные типы мышления, совершенно разный подход, конечно, к информации. Когда мы размещаем ее на слайдах в полноценной презентации, когда мы размещаем ее на сайте и когда мы верстаем ее вот в таком привычном документе, мы совершенно по-разному воспринимаем воспринимаем страницу. Хотя, казалось бы, информация одна и та же, но за счет изменения размера полотна, то, как скользят наши глаза по тексту, оказываются совершенно-совершенно разные паттерны, паттерны внимания. Конечно, можно на вот этот перенос потратить больше времени, например, определить, какие именно будут по размеру отступы между блоками информации, сгруппировать какие-то текстовые блоки, но в данном случае нам этого не нужно. Я всегда считаю, что приоритет должен быть на скорость и на простоту работы. сделать что-то быстро, сделать что-то легко и сделать что-то ненапряжное для самого автора презентации. Как вы видите, вот буквально в прямом эфире, сколько на самом деле времени может занять эта работа, насколько она сложная, насколько она трудоемкая, вы можете оценить вот сейчас самостоятельно. Ну вот на этом слайдике немножко мне не хватило информации, я бы добавила туда что-то еще. Хотя давайте попробую разместить и вот этот текст. Есть, конечно, понятие отступов. Я сейчас делаю на глаз, но можно постараться и вот отступы с вертикали, сверху и снизу страниц, сделать везде одинаковыми, но это уже зависит от того времени, которое вы готовы затратить на работу. Вот таким вот образом. Вот у меня даже если уменьшу на весь слайд, войдет, будет в принципе хорошо. Вот эту вот презентацию, я сейчас закончу ее делать и тоже добавлю ее в файлы нашего вебинара. Я могу добавить ее в виде уже отредактированного, могу добавить ее в том виде, чтобы вы поэкспериментировали самостоятельно с превращением в PDF-файл. Как вам удобнее. Вот так и в конце, как видите, еще даже осталось место для того, чтобы подписать автора и при необходимости дать его контакты. Я даже уложила в этом случае в 7 листочков. Вот так это будет выглядеть. Отдельно есть обложка, есть листы с информацией. И теперь все это довольно легко и просто выгружается в формат PDF-файл. Я выбираю вариант PDF. Обязательно вот здесь вот кликаю на кнопку «Параметры» и выбираю «Настройки». То есть здесь я могу решить, сколько именно листов я планирую сохранить в PDF-файл. Нужно ли включить обрамление, рамки для каждого слайда. Нужно ли расположить на одном слайде несколько листов. Нужно ли отобразить комментарии, вот те заметки, которые мы пишем под слайдами. То есть вот это вот все довольно тонко и гибко настраивается. Так, ну вот я сохраню в формате вывода. Оба варианта. Ну вот, да, проблема с черным экраном. На видеозаписи, конечно, все видно нормально, но почему-то иногда вот вебинар.ру выкидывает черный экран. Мне очень жаль, что это так происходит. Так, давайте сейчас я поставлю на загрузку вариант отредактированный, вариант не отредактированный. А вы пока напишите свои вопросы по форматам вывода, по форматам экспорта презентации из PowerPoint. ПТФ-ка получилась заметно больше по объему, чем PowerPoint-овские файлы. И грузится тоже дольше. Наверное, я переборщила с размерами и качеством файла. Три файла загружены. Пример один – это слайды, которые мы подготавливаем для превращения видео. Пример два – это превращение презентации в скачиваемый PDF-файл в формате PowerPoint, чтобы вы поэкспериментировали, и в формате уже готового выведенного PDF-файла. Так, давайте посмотрим. iSpring платный. Сам iSpring платный, но у него есть некоторое количество функций бесплатных, и в любом случае есть реал-период, с которым вы можете поэкспериментировать, подключаться на разные аккаунты. Конечно, iSpring очень удобен тем, кто делает пачками дистанционные курсы, работает с форматом SCORM, но если такой необходимости нет, то я предпочитаю обходиться без него, искать другие варианты. Так, я упомянула работу с OBS. Это будет в бесплатном вебинаре. На полноценный курс не наберется. ОBS-студии будет бесплатный вебинар в Директ Академии, где я покажу и расскажу, как я работаю с этой программой. Так, конструктор Tildo. Нужно на Tildo сделать сайт, и вы просто презентацию, которую экспортировали в картинке, вы можете вставить на Tildo как просто вот такую вот листалку, как слайдер изображений. То есть можно добавить ссылку на скачивание, можно добавить в формате PDF, а можно сделать так, чтобы презентация сразу была просматриваемая и листаемая. Для этого нужен блок галерея GL01. Он есть в бесплатных блоках, и у него, в принципе, довольно удобные настройки. Так. Как обещала, в конце вебинара я показываю полный список тех форматов, которые может экспортировать PowerPoint. Этот список не менялся, наверное, с самых первых версий. Может быть, добавились презентации PowerPoint 97-2003 год, после смены формата на PPTX. И, в принципе, вот никаких особых изменений здесь, в этом списке, не произошло. Спасибо, Павел Юрьевич. Вот как раз ссылка на регистрацию на вебинар по ABS Studio. Если вы внимательно посмотрите на этот список, то увидите, что он сгруппирован по принципу. То есть первые три варианта – это различные настройки сохранения презентации, дальше идут документы для типографской печати, дальше идут шаблоны, то есть вы сохраняете документ как тему, чтобы можно было использовать другому человеку ваше оформление, как демонстрацию. Идет блок с мультимедиа. Мы будем, кстати, тоже, по-моему, в конце февраля говорить про мультимедийные форматы в PowerPoint. Идет большой блок по рисункам. И специализированные файлы. Вот, например, Metafile Windows и расширенный Metafile Windows, они позволяют векторные файлы сохранять в таком формате, когда их можно разгруппировать внутри PowerPoint, анимировать, использовать по отдельности. То есть вы, наверное, видели такие сложные рисунки, я иногда показываю, когда вроде бы красивое сложное векторное изображение разбирается внутри PowerPoint на отдельные элементы, и с ними можно по отдельности взаимодействовать. SVG-формат – это тоже векторный формат, но он уже не так понимается программой, и его нельзя разобрать на отдельные элементы. Есть вариант нередактируемая презентация PowerPoint. Это формат, который позволяет сделать то же самое, что я показывала вам в первом сценарии. Фактически сам PowerPoint сохраняет свои слайды как картинки, и из них формирует новую презентацию. Вы получаете презентацию, которую можете отдать кому-то, как набор изображений, как то, что нельзя будет скопировать, нельзя будет отредактировать. Если попробуете этот вариант сохранения, то вы действительно увидите, что все слайды заполнены просто как картинки. Все-таки вопросы авторских прав для нас с вами еще болезненны. Вопросы плагиата, вопросы использования без указания имени автора, и, возможно, вот этот формат экспорта поможет вам сохранить немножко ваших нервов и вашего времени. Какие-то форматы здесь откровенно устаревшие. Они сейчас широко не используются, но тем не менее то, что их поддержку PowerPoint не убирают, это очень хорошо. Это значит, что старые презентации вы можете использовать по-прежнему. И рекомендую просто на досуге поэкспериментировать, попробовать посохранять по-разному и подобрать те форматы, которые удобны для сохранения именно вам. Особенно рекомендую обратить внимание на демонстрации, будет ли вам удобно делать презентации в таком формате, чтобы сразу запускать их в режиме показа на полный экран. Так, можно ли ссылку на тильду? Тильда – это конструктор. Конструктор сайта – вот такая вот ссылка. Нужно зарегистрироваться, и у вас будет возможность в бесплатном режиме с определенными ограничениями создать какую-то вот страничку сайта. Я для своего курса по учебным презентациям раньше работала именно на тильде. У меня очень много информации сохранено именно там. А с прошлого, с третьего потока у меня вся информация уже на доске Миро. Я считаю, что там немножко поудобнее нам работать. И вот сейчас курс начнется в четвертый раз. И я думаю, что я по-прежнему останусь на доске Миро. На ней очень удобно выгружать как сами презентации для скачивания, так и видеозаписи на них. Ну что ж, если остались еще какие-то вопросы, я отвечу на них в чате. А сейчас благодарю вас за внимание и за ваши вопросы. И приглашаю на следующий вебинар этого трека, который состоится уже через неделю, 9 февраля. Мы будем говорить про насмотренность, про то, как с первого взгляда отличать удачные и неудачные слайды. И попробуем придумать несколько упражнений как раз на то, чтобы эту самую насмотренность развивать. Желаю вам хорошего.